В Армавире открылась уникальная выставка «Холодное оружие Кавказа». Экспонаты принадлежат частному коллекционеру, бывшему атаману старой станицы Леониду Кузину, который собирал их всю жизнь. В Армавире эта коллекция выставляется впервые. В ней более 50 экспонатов. Это «Холодное оружие» конца XIX – начала XX века. Большая часть – это кавказские кинжалы дагестанских мастеров, чеченских мастеров, мастеров Северного Кавказа. И также здесь представлены сабли, буквально немного, буквально две единицы, а также знаменитые кавказские шашки. На открытие выставки пришли учащиеся Армавирского машиностроительного техникума. Игорь Быков – будущий программист, но еще он увлекается казачьим оружием. Юноше было очень интересно посмотреть на исторические экспонаты. У каждого предмета, как оказалось, есть своя история. Нам очень хорошо и внятно рассказали про каждый из этих предметов. Но все-таки большое предпочтение я даю шашкам, так как сам периодически занимаюсь с этим видом оружия. Много от шашки, от старинной, осталось в современных шашках. Та же самая архитектура, например. И это передается из поколения в поколение. Выставка приурочена к проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. По замыслу организаторов, посетители смогут узнать много нового о том, как охраняли российские рубежи много лет назад. Кроме того, выставка позволяет познакомиться с работой старинных оружейных мастеров. Кроме того, что это оружие, это еще и высокохудожественные образцы, богато украшенные. И у каждого мастера все-таки был свой стиль, можно сказать. Даже человеку, который не очень любит оружие, все равно на это будет интересно посмотреть. А тем более, если кто-то увлекается особенно холодным оружием, увидеть все это своими глазами, тем более, если прийти на экскурсию, послушать об этом содержательный рассказ, я думаю, это будет очень интересно. Выставка продолжит свою работу до конца мая. Организаторы говорят, что ее обязательно нужно посетить. Такого оружия больше нигде не увидишь. Влада Волошина, Евгений Холманских, Служба информации телеканала 360 «Армавир». Продолжение следует...